Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите представиться. Меня зовут Денис Сергеевич Ирисов. Я сотрудник Казанского федерального университета, Института физики. И сегодня я хочу рассказать вам научно-популярную лекцию, которая называется «С чего начинается физика? Азбука физики». В этой лекции я коснусь вопроса, собственно, с чего начинается физика. Покажу несколько экспериментов. Также расскажу один интересный эксперимент, который вы можете повторить дома, чтобы убедиться, как ваши органы чувства вас могут обмануть. И разыграю небольшой приз. Об этом будет сказано позже. Итак, физика. Физика — это естественная наука, но с чего же она начинается? Начинается она вот с чего. Сначала мы наблюдаем некий феномен. И этот феномен мы начинаем исследовать с помощью способов исследования или способов измерения. Мы можем измерить массу, мы можем измерить температуру, мы можем поместить в адронный коллайдер и получить некоторые результаты. Собственно, что мы получаем? Мы получаем новые знания. Это значение силы, то есть сила тяжести или вес. Можем найти температуру этого тела, ну а также случайно получить бозон Хиггса. Далее с этими знаниями мы их собираем вместе и начинаем их корректировать. Так в свое время был скорректирован второй закон Ньютона с помощью квантовой механики. Это вкратце как работает наука. Так с чего же она начинается? С чего же начинается физика? Конечно же с эксперимента. И самыми лучшими экспериментаторами являются дети. Я не перестаю наблюдать за моей дочкой, как она делает первые шаги и сколько новых открытий она совершает каждый день. Что бы вы думали, вот какой эксперимент сейчас проводит этот ребенок? Он измеряет расстояние. В качестве единицы измерения расстояния он выбрал сажень. Также есть локоть, оршин, косая сажень. Это устройство или приспособление, которое мы все носим с собой и можем позволить себе проводить эксперименты без внешних устройств. Как думаете, какой эксперимент на этом слайде? Правильно. Здесь происходит измерение ускорения свободного падения с помощью тела, брошенного под угром горизонту. Мы можем измерить высоту. Если мы знаем начальную скорость и начальный угол, то по данной формуле мы можем рассчитать ускорение свободного падения. Также в принципе можно оценить силу трения, покоя между пяткой и травой и прочие вещи. Сейчас я хочу показать небольшой эксперимент. У меня теннисный мячик. Я его брошу на пол. Вот что произошло? Давайте еще раз посмотрим. Я отпустил отсюда. Мячик долетел только досюда. Из школьного курса физики, те, кто уже изучают или закончили школу, или учатся в университете, они легко ответят, конечно же. Что здесь произошло? У нас в верхнем положении была потенциальная энергия. Эта энергия по мере опускания шарика превращалась в кинетическую энергию. Во время удара опол была максимальная кинетическая энергия. Потом мячик отскочил и снова кинетическая энергия стала убывать и превратилась снова в потенциальное. Но почему-то мячик оказался ниже, чем в начале. Вот смотрите. То есть те, кто знаком с законом сохранения энергии, скажут, что здесь что-то не так. Может быть что-то не с мячиком. Давайте, может быть мячик слишком маленький. Давайте повторим эксперимент. Попробуем бросить мячик побольше. Стало только хуже. Так что же произошло? Почему мяч подскочил на более маленькую высоту? Дело в том, что при неупругом ударе, это значит, что мячик деформировался в момент удара, происходит выделение теплоты. То есть мячик немножечко нагрелся на самом деле. И для внимательных слушателей я сейчас задам одну задачку, которую предлагаю вам решить дома. И те, кто наиболее правильно ее решат и наиболее быстро, получат от меня специальный приз. Об этом я скажу в конце. Итак, задача. Значит, с какой скоростью надо бежать под дождем, чтобы капли дождя на вас вскипели. Вот. Почему вскипели, да? Потому что мы же знаем, что теплота выделяется при соударении. Вот. Соответственно, капли будут о вас соударяться. И надо найти эту скорость, да, с какой скоростью нужно бежать. Итак, это по поводу задачи. Теперь мы с вами все-таки пришли к такому понятию теплота, да? Мы сказали, что мячик нагреется. И как же нам измерить численно, что такое теплота, да? То есть в чем ее можно измерить? Ну, теплота — это на самом деле энергия, да? Это средняя кинетическая энергия движения молекул. Но характеристика теплоты также является температура. И вот я предлагаю еще один опыт дома поставить. Возьмите три стаканчика, вот как здесь, наполните их водой. Но не просто водой, а в первый стаканчик наберите горячую воду. Градусов 60, слишком горячую не надо, чтобы можно было поместить туда палец. Во второй стаканчик наберите холодную воду, а в третий стаканчик наберите теплую. Ну, что-то среднее между этими двумя стаканами. И опустите пальцы вот так. То есть один палец горячий, другой в холодную. Подержите секунд 15-20. А потом поместите оба пальца в теплый стакан. И вы удивитесь вначале, а потом вы объясните это. То есть вы почувствуете разную температуру. То есть на самом деле стакан у нас средняя температура, какая-то теплая. Но ваши пальцы будут ощущать совершенно разные ощущения. Это связано с тем, что человеческий организм, он не совсем точный прибор. И он обладает таким свойством, как адаптация. То есть вот эта адаптация, то есть палец привыкает к горячей воде, палец привыкает к холодной воде. И потом, когда температура меняется, наш мозг обманывается. Такое же происходит, например, когда мы заходим из светлого помещения в темное помещение. То есть мы сначала ничего не видим, нам темно, но потом постепенно глаз привыкает, и мы начинаем видеть. Ну, кстати, пираты это использовали. Они носили повязку на одном глазу, да, чтобы один глаз у них всегда был в темноте, он привык к этому уровню освещенности. И когда они спускались в трюм, они просто поднимали повязку, и у них один глаз видел очень хорошо в темноте. Это позволяло им выиграть время в битве, например. То есть они быстро ныряли в трюм, хватали там какое-нибудь орудие, находили его, да, в темноте и выбегали обратно. Вот это что касается приспособления организма. То есть мы поняли, что использовать вот такие вот приборы, которые всегда с нами, можно, но это может привести к некоторым ошибкам. Итак, по поводу теплоты. Чтобы измерить нагретость тела, можно, конечно, использовать органы чувств наши, да, но они неточные. Поэтому люди придумали внешние приборы, которые позволяют измерять температуру. Вот один из таких приборов это термометр, что с греческого означает тепло и измеряю. И первый термометр, который бы я хотел рассмотреть, это термометр Галилея. Он основан на следующем принципе. Это стеклянный сосуд, в котором налита жидкость, вода. В воде плавают такие вот поплавки. Этот поплавок сделан из стекла, внутри него воздух и небольшой грузик. Средняя плотность поплавка подобрана таким образом, чтобы она была близка к плотности воды, то есть к тысяче килограмм на метр в кубе. То есть примерно вот эти поплавки все такой плотности в среднем. Если мы взвесим этот поплавок, измерим его массу и поделим на его объем, получится примерно тысяча. Мы знаем, что вода, в зависимости от температуры, может менять свою плотность. На этом основывается то, что зимой водоемы не промерзают полностью. То есть у нас при четырех градусах вода самая плотная, она у нас оседает на дно и сверху более холодная вода, она имеет меньше плотность. Поэтому из-за того, что вода меняет свою плотность от температуры, вот основан принцип работы данного термометра. Как это работает? Вот наше тело, вот этот поплавочек, он либо плавает в воде, которая имеет плотность чуть больше, чем этот поплавок, либо тонет в воде, которая имеет чуть меньше плотность. Поэтому, сделав поплавки с разными плотностями, близкими к плотности воды, можно наблюдать такую картину. Когда мы будем нагревать этот сосуд, поплавки будут попеременно тонуть, например, или всплывать. Вот такой вот интересный термометр. По схожему принципу работает ртутный термометр, который мы все имеем дома. Он основан на том, что ртуть расширяется, то есть меняет свою плотность в зависимости от температуры. То есть здесь у нас внутри колба с ртутью, и когда мы нагреваем эту ртуть, объем ртути увеличивается, и столбик термометра ползет вверх. Когда мы ртуть охлаждаем, столбик термометра ползет вниз. То есть вот такой принцип зависимости плотности от температуры используется в современном термометре, который у всех есть дома. У многих есть дома еще вот такой термометр. Это термометр на основе пружинки такой металлической, которая тоже меняет свой объем в зависимости от температуры. То есть она разжимается либо сжимается от того, насколько сильно она нагрета. И вот эта шкала нам показывает, сколько сейчас градусов. То есть когда холодно на улице, термометр съеживается, пружинка, и шкала поворачивается сюда. Когда нагревается, наоборот, распрямляется и показывает большую температуру. Следующий вид термометра — это инфракрасный термометр, который все прекрасно видели в ковидное время. Был на каждом шагу, всем измерял температуру, тем, кто заходил в торговые центры, ну и вообще во все публичные места. Как он работает? Он измеряет интенсивность инфракрасного излучения. То есть каждое тело, которое нагрето, излучает в инфракрасном диапазоне, и по интенсивности этого излучения можно судить о степени нагретости тела. Поэтому этот термометр удобен. Можно измерять температуру с расстояния. То есть можно, например, направить его на стену, посмотреть, какой температур стена, и сделать, например, выводы о том, дом хорошо утеплен или не очень. Последний тип термометра, который я бы хотел сегодня рассмотреть — это термометр на основе термопары. Здесь на кончике происходит сплав двух металлов, и при изменении температуры вырабатывается электрическое напряжение, которое потом вольтметром фиксируется и переводится в градусы Цельсия. То есть чем больше мы здесь нагреваем, тем больше напряжения возникает. Вот такой способ еще есть измерения температуры. Итак, температуру измерили. Что еще? Мы с вами говорили о том, что тела, когда падают на землю, они взаимодействуют с землей. Вот сейчас вот удар произошел. То есть этот удар — это взаимодействие, и характеристикой этого взаимодействия может быть сила. То есть, например, если я положу этот мячик на стол, то мячик будет действовать с силой под названием вес на поверхность стола. Так вот, людям стало интересно, с какой же силой взаимодействие. То есть, например, вот этот мячик и вот этот мячик. У кого сила больше, да? Вот для этого есть измеритель силы, динамометр, что в переводе с греческого, как вы догадались, означает «сила и измеряю». И первый динамометр — это весы. Выглядит следующим образом. Просто помещаем на чаше весов предметы разной массы, они обладают разным весом в поле силы тяжести, и чаша весов поворачивается в ту сторону, где находится более тяжелое тело. Другой вид динамометра — это динамометр пружинный, который в школе все видели. Он основывается, его работа на законе Гука. То есть, на законе того, что удлинение пружины прямо пропорционально весу тела. То есть, чем больше вес, тем сильнее пружина удлиняется. И третий вид динамометра — это цифровой динамометр. То есть, это такая вот балка, здесь есть прорезь, и здесь наклеены два пьезодатчика. Значит, пьезокристаллы характеризуются тем, что если их деформировать, то есть сжимать или, наоборот, растягивать, то вырабатывается электричество. Это электричество измеряется вольтметром и пересчитывается уже в силу. Таким образом, вот мы еще один датчик силы имеем. Хорошо, силу измерили. Что нас еще может интересовать физики? Очень важный параметр — это время. То есть, мы можем измерять время. Значит, основа измерения времени всегда на том, что есть какой-то периодический процесс. Вот люди издревле смотрели за природой и обратили внимание, что, например, солнце периодически появляется и исчезает за горизонтом. И происходит это с периодом одни сутки. И вот на основе этого явления создали солнечные часы. Солнечные часы основаны на том, что свет падает на такое вот устройство, которое отбрасывает тень. И при движении солнца по небосводу тень ползет по вот этому циферблату и, собственно, показывает нам текущее время. Человечество развивалось, инструменты все более и более совершенными становились. И на настоящее время самым точным измерительным временем являются атомные часы. Выглядят они вот так. И здесь я на графике представил эволюцию атомных часов со временем. Вот по горизонтальной оси отложены года, то есть вот с 1940 до 2010. Эта информация взята из википедии. Как развивались атомные часы? По вертикальной оси отложена неточность часов, то есть насколько наносекунд в день они могут обмануть, то есть отстать или, наоборот, опередить. И вот мы видим, что самые современные часы на настоящее время, их погрешность не более одной секунды за 300, прошу прощения, за 30 миллионов лет. То есть если мы такие часы будем использовать, то через 30 миллионов лет ошибемся всего лишь на одну секунду по времени. Итак, теперь почему я назвал часть доклада «Азбука физики». С чего начинается физика, мы уже ответили, с эксперимента. А вот при чем здесь азбука? В русском языке есть азбука, это алфавит. Я позволил себе провести такую аналогию. В химии, например, можно считать азбукой это таблицу Менделеева, то есть то, из чего строится вся химия. То есть все химические реакции, которые рассматриваются, можно описать при помощи такого набора элементов. Это назвали азбука, я бы назвал азбукой химии. А вот азбукой физики я назвал свой проект, о котором сейчас ниже пойдет речь. Здесь вот это QR-код на телеграм-канал этого проекта. И под азбукой физики я понимаю набор базовых датчиков физических величин. То есть то, чем мы можем измерить наш мир, измерить какие-то физические величины, физические явления. И вот как это все выглядит? Это представляет собой центральный блок. Это блок на основе контроллера ардуино, который можно программировать как нам хочется. И к этому блоку подсоединяются датчики основные, то есть это может быть динамометр, это может быть термометр и другие датчики. Они вставляются вот здесь вот в удобные разъемы, и можно проводить измерения. Проект является open source. Что это означает? Это означает, что любой из вас, здесь присутствующих и зрителей, может поучаствовать в этом проекте. Каким образом? Он может просто дома собрать себе такое устройство буквально в своей домашней лаборатории. Потому что чертежи, которые нужны для печати вот этого корпуса. Сейчас 3D принтеры уже у многих есть, ну и по крайней мере в школах есть доступ к 3D принтерам. Поэтому напечатать коробочку можно по нашим чертежам. Печатные платы можно также скопировать и произвести или самому их из текстолита изготовить. Ну а собственно сами датчики это стандартные датчики, которые продаются. Их легко купить в магазине. Что вы можете благодаря этому проекту? Вы можете, во-первых, изменять логику работы данного устройства. То есть поскольку код открыт, можно вносить в него изменения. То есть можно сделать свой физический эксперимент такой, какой вам нужно. То есть изменить код программы. Можно добавить новые датчики. То есть если вы хотите измерять что-то другое, не то, что есть сейчас уже в наборе, вы можете это спокойно добавить, написать программу и пользоваться. Можно придумывать новые эксперименты свои какие-то, которые у вас возникли в результате, вам что-то захотелось, например, измерить. Также можно самому изготавливать эти датчики. Ну и тем, кто хочет это распространять, можно производить и продавать. Собственно, это тоже все можно делать в рамках данного проекта. Сейчас я бы хотел показать пример, как школьники в лагере Байтик пробовали использовать данный продукт в своих учебных экспериментах. То есть у них была задача буквально за один день. Они разобрались в программе, они придумали сами свои эксперименты. То есть я буквально дал им просто чемодан с этими датчиками. Говорю, вот есть такие датчики, они умеют то-то, то-то. И, пожалуйста, поставьте свой эксперимент. И вот, что из этого вышло. Даже музыка есть. Хорошо. Вот здесь мы видим этот центральный блок. Сейчас подключается вольтметр с амперметра на обычную макетную плату. И входит в режим тестера. И измеряет напряжение на батарейке. То есть простой эксперимент. То есть сколько вольт? Вот показано 1,6 вольт. Вы видели сейчас. Измерили напряжение батарейки. Сейчас. Опыт с динамометром. Вот этот динамометр. Подвешиваем груз и измеряем его вес. Здесь эксперимент с оптопарой. Оптопара – это фоточувствительный датчик и лазер. То есть если лазер направлен на фотоприемник, то контроллер знает, что сейчас сигнал есть. То есть если мы прервем лазер, то есть что-то пролетит мимо, то контроллер это узнает и, например, остановит время. Вот здесь сейчас собирается экспериментальная установка для определения скорости движения тела. Вот две оптопары. Первая оптопара, когда тело ее пересекает, засекает время. А вторая оптопара – время останавливает. То есть таким образом мы измеряем время пролета. Зная расстояние между оптопарами, мы можем легко найти скорость шарика. Вот такой вот эксперимент. Следующая установка. Сейчас тут куча проводов у них. Ну, я это все в реальном времени производил. То есть эти ролики были смонтированы сами школьниками, поэтому проводов здесь много лишних показано. Значит, здесь сейчас управляемый термостат. То есть кипятильник подключен к контроллеру и датчик температуры. Соответственно, мы можем поддерживать вот в нашем кувшинчике нам нужную температуру. Можно делать опыты по изучению газовых законов. Ну и просто сделать, не знаю, подогреваемый чайник, который будет вам всегда теплый чай держать на столе. Спасибо за внимание. Еще раз скажу, что здесь вот у нас есть QR-код для нашего телеграм-канала. Мы там будем выкладывать наши новости, наши достижения, то, как мы идем вперед. Ну и по поводу конкурса, о котором я сказал в начале. Значит, вот эту задачу про капли, которые закипают на бегуне, те, кто решат ее быстрее всех и правильнее всех, самое главное, решение можно выкладывать в комментариях к данному ролику, получат от меня вот такой набор, о котором я рассказывал в качестве подарка. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.